здравствуйте уважаемые подписчики моего канала с вами страйкер и мы продолжаем играть в старые игры и сегодня на очереди у нас space quest 5 потому что 3 4 части я пока не нашел нормальном качестве некоторые у меня не за они не меня четвертая часть так у меня и не запустилась не пришлось удалить буду искать ее другом месте в общем раньше многие части space quest пересдавали с улучшенной графикой добавляли поддержку мыши и space 5 5 она не исключение вот как раз ее на экране видим ну чтож и так от слов действию мы начинаем думаю посмотрим вступление и и и и и и Роджер Вилка Как много в этом имени Вспоминаю, как играл в этот замечательный квест Вообще во всю серию список квеста я играл От начала до конца, но на третьей этой части Проходил Жалко, что третья, четвертая часть у меня Так и не запустились Запустилась первая и пятая Собственно, по первой части я уже видео снял И вот на очереди сразу пятая часть Как всегда, игра насыщена юмористическими диалогами Не только за это стоит в нее поиграть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это тренировочный симулятор Роджер Вилка Кадет Родной межгалактической академии Он сдает экзамен на капитана Родной межгалактической академии на кстати капитана зовут квирк не ошибаюсь но это отсылочка сериал стартрек там капитана также звали квирк так мечты вилка дальних космических странствиях были грубо разбиты капитаном квирка так есть роджер выходит из тренажера мостиков коридоры академии в которой он я думаю вы на паузе прочитайте потому что тут диалоги довольно быстро меняются и те говорю табличка не позволяет прочитать нормально диалоги поэтому читайте на паузе так мы каком-то там учебном заведении на одной из звездных баз и управление такое же иконка с изображением человечка позволяет нам прогуливаться по этой базе куда мы захотим тут как я вижу она круговая то есть прогуляться по кругу и придем на то же самое место будем вспоминать куда куда нам идти потому что я честно говоря не помню вот я проходить данный квест не не буду пока что нет у меня на это времени мы ограничимся знакомством давайте прогуляемся что ли так в целом все то же самое так вот я не помню что означает вот этого это тут две иконки две диалоговых иконки я не помню что делает вот это вот пустая диалоговая ладно походу разберемся так же можно узнать любую информацию каждом объекте но по почти практически о каждом объекте например хотите узнать что там за корабли за окном они ожидают своих владельцев припаркованы вот так вот в этом безвоздушном помещении доковый отсек вот корабли всех размеров припаркованы в доковом отсеке этот красавчик продается и может быть вашим всего за 20000 звоните по телефон 322 вот очень быстро диалог исчезает у нас скорость игры стоит стандартно ну отлично ну давайте на всякий случай запишемся 1 2 3 двигаемся дальше где место вкон обучает своих кадетов обслуживание кораблей на практических занятиях доковом отсеке давайте пообщаемся с вот этой парочкой то наши сослуживцы при попытке командовать успешно игнорируется не могу прочитать тут табличка мешает а все теперь все встал на свои места вот это вот диалоговая иконка она означает что можем отдавать приказы а это диалоговая иконка означает что мы можем просто пообщаться то есть диалог для командира это просто обычная повседневная беседа с кем бы то ни было ну так ну в общем они не хотят с нами разговаривать они заняты между собой там какой-то очень важной беседой этот шкафчик используется разными профессорами для хранения разных учебных пособий ну да это учебное заведение при звездной базе так попробуем что нибудь сделать дверь не откроется это просто запертый шкафчик понятно очевидно не здесь информация нет никакой информации посмотрим на этой доске объявлений помещается стен газеты сообщения о событиях в общественной жизни и результаты тестов как только они проверяются я попытаюсь конечно как можно быстрее читать диалоги которые появляются на какие-то доли секунды но друзья лучше читайте на паузе потому что я не все диалоги успеваю прочитать так давайте прогуляемся сначала по старкому так называется база межзвездная который находится наше учебное заведение где мы будем обучаться какое какое-то время просто инженер просто инженер из-за работы интересное поучительное но беспорядное зрелище ну в принципе нам вот это вот тут туда лазить нам и не нужно может открыть у нас здесь так для понтов нормально ну туда нам пока рано я начинаю вспоминать кажется вот это вот дверь сейчас узнаем то есть дверь в класс дверь в конференц комнату у нас туда уровень твой допуска слишком низок чтобы ты мог пройти в эту комнату ну понятно это окошко комнаты для совещаний как раз сейчас там кто-то о чем-то говорит кто-то совещается там проходит все совещание высших совет директоров это и базы это и базы наверное или так очевидно не здесь что это вообще ты всегда хотел узнать для чего это панель но никогда не мог возможно про нее рассказывали на одной из проспанных тобой ну ладно двигаем дальше да очевидно это и есть учебный класс пойдем пойдем прочитайте на паузе ах ты пудлый халдей сегодня семестровая контрольная работа да сэр сейчас же приступаю что поговорить с вами после урока как скажете сэр ну тут вот у нас некое подобие теста который который на который кажется если я не ошибаюсь невозможно ответить неправильно все таки все таки есть вероятность его провалить я вот честно говоря не помню а сдать себе восходящие силы ложка комнаты развлечки нас освещается спатью тем более я не вижу ванна ответим как нибудь в любом случае нас отправят я не помню так на наугад включаю потому что я не вижу вопроса из-за таблички ну так сейчас узнаем результаты теста нас отправят я не прошел все-таки есть такая возможность провалить тест и нас просто выбросила в открытый космос такое на наказание ну давайте попробуем еще разок попробую еще разок да табличка мне очень сильно мешает не знаю как ее убрать записываю стандартными средствами windows и табличка она обычно здесь появляется именно здесь и перекрывает мне обзор ну попробуем так ложка командует разведчиком внезапно встречается с пятью крейсерами наверно боевыми на плане боевыми да он должен включить систему с уничтожением например у сдаться встречусь впервые с кораблем неизвестный раз нужно открыть огонь из всех имеющихся в наличии видов оружия начать передачу вагнеровского полета валькирий по коммуникации связь телепортировать весь экипаж на чужой корабль как же с доброй воли скорее всего сначала 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 б потом а так перед телепортации на неизвестную планету необходимо проверить ремни пристегнуты столики подняты сумки убраны из проходов никто не курит в туалете это как в самолете смейка застегнута шнурки завязаны клапан пфицера в маске перекрыт атмосфера планеты не токсична естественно атмосфера планеты не токсична первое дело надо проверить планету на атмосферу пригодна ли она для жизни можно ли дышать а вдруг она токсична понятно ты на чужой планете без 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 не я не вижу без чего без оружия с андроидом убийцы на хвосте необходимо запихнуть банан ему в выхлопную трубу я помню этот ответ потому что нам как раз в процессе игры предстоит это сделать то есть все это действительно некоторые моменты которые описаны в тесте они с нами приключатся мы действительно встретимся с андроидом убийцы и таким образом выведем его из строя запихнув банан ему куда нужно ты работаешь с товарищем в безвоздушном пространстве он синеет хватается руками за не помню короче говоря ситуация не простая надо человека спасать если нам тебе скоро понадобится новый товарищ в порыве космического вдохновения он изобрел новый танец лунная походка он страдает от авитаминоза ему нужно есть больше овощей фруктов и зелени он попался на старую шутку те теннисный мячик в воздушном шланге да а и д сколько я помню чтобы убедиться что микро микро микробы на борту твоего корабля наверное я говорю у меня не я не вижу диалога микрофон твоего корабля работает ой микроволновка на борту твоего корабля работает и греть пищу аккуратно нужно обернуть печь алюминиевой фольгой для дурачков всякий раз готовить пищу на максимальной мощности 45 минут класть в еду живого песчаного червя чтобы определять когда он дойдет готовить еду на маршевых двигателях в крейсерском режиме накачивать раствор плутония в каждый кусок пищи когда он засветится пища готова ну скорее всего вот это всякий раз готовить пищу на максимальной мощности итак седьмой билет если гриб покидает если гриб покидает краб ааааа чё это ничего не понимаю полетает с нас тысяч берез вот честно говоря я не знаю во первых я не могу просчитать вопрос а во вторых тут оперируют такими терминами которые я просто не понимаю поэтому я не знаю ответить ну соответственно на один вопрос мы по-любому ответим неверно но это не страшно думаю мы не завалим тест и так какова скорость света в вакууме о хороший вопрос да я всегда это знал я всегда это знал да очень 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 большая зависит от того выпрямленные это или канистр выпрямленные это или канистровый вакуум в принципе логика в этом какая-то есть какие-то определенные цифры называть я не решусь потому что сказать вот 9 билет что является примером да это же у нас экзамен как вы понимаете что является примером не 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 вижу да возможно благодаря тому что я не вижу вопросов я и не смогу ответить правильно а может смогу ну как повезет друзья попытаюсь вспомнить как я отвечал раньше это точно не это скорее всего первое ну дело в том что этот ответ выглядит более правоподобно чем все остальное так 10 для успешной мануальной там реинтеграции на стандартном чего-то там каком-то приборе что ли необходимо вспомню что я отвечал когда-то давно в девяносто восьмом году ну скорее всего это 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 выглядит этот ответ выглядит более правдоподобно инвертировать фазу и полярность интерфейс на сетке если бы я знал что это значит если бы я знал что это значит сейчас узнаем результаты теста что у 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 я я все таки вспомнил как я отвечал в далеком девяносто восьмом году и ответил правильно возможно два каких-то там билета я завалил ну не страшно теперь мы можем сохраниться это меня даже воодушевило продолжать но друзья и говорил проходите и сейчас не буду только знакомство давайте дойдем до главного зала который нам надо в котором нам надо прибраться главный зал как он там называется забыл я помню где он находится так что пойдем так а пообщаться с людьми так и не хотя это не совсем люди если вы приглядитесь у них там у одного из них какой-то хобот вместо носа что это точно не люди да и цвет кожи указывает на то что это гуманоиды в форме учебной форме кадетов да так давайте попробуем пообщаться с ним понятно какого же ответа ты ждешь в общем они заняты по-прежнему беседой друг с другом пойдемте дальше искать искать собственно зал о возле окна появились какие-то ребята они вышли видимо пообщаться друг с другом ну давайте посоединимся к беседе с этим куском теста я не знаю как его еще назвать вилка отвали а я общаюсь с куском теста но отвечает вот эта девушка явно она явно выглядит как человек она общается с куском теста видимо кусок теста ей больше подходит чем такой красавец Роджер да у каждого говорится свои предпочтения ну что ж а что-нибудь приказать сначала получи повышение чучело понятно потрогать можно тебе что делать нечего что ты меня грузишь типа ладно двигаемся дальше вот а отсылочка к фильму чужой чужой в кадетской форме это забавно давайте попробуем пообщаться пообщаться с ним я хотел с чужим пообщаться что мы можем о отсылочка к звездным воинам там на заднем плане дарт вейдер сражается на лазерных мечах с то ли с люком скайлогером то ли с кажется все-таки с оби-ваном так пообщаемся с чужим иди поиграй в шлюзи Роджер потому что никто не хочет общаться с Роджером никто его не воспринимает как нормального человека те его считают дурачком но самое время доказать что это не так еще раз чего там твои попытки командовать понятно пока нельзя нам командовать и не ком не не на ком проверять нашу командную функцию пообщаемся вилка ты по жизни идиот или долго и нудно тренировался вот вот так вилка перестань а то я тебе оторву руку и ею дам в рыло да никто не любит Роджера так где там у нас шкафчик то был сейчас вспомним где-то шкафчик по-моему здесь по-моему вот это кладовка если я не ошибаюсь в конце коридора расположен дворницкий шкафчик ну собственно наше помещение где лежат принадлежности для уборки щетка швабра ведро тряпка для мытья полов но это же будущее поэтому там естественно другие приспособления более удобные ну давайте пойдем за наши принадлежности вот о слышали возглас отсылочка к Симпсонам тут очень много разных отсылочек к разным фильмам мультфильмам в общем Space Quest 5 это такая сборная солянка из отсылочек к разным фильмам с мультфильмами Чужого мы уже видели Возглас Гомера Симпсона мы уже слышали ну и собственно говоря там еще будет много разных отсылочек да отсылочку к Star Wars тоже мы видели Дэрд Вейдер сражается с Оби Ваном Кеноби на лазарных мячах и многие много 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 других интересных воспоминаний да вся игра буквально пятая часть она пропитана этими отсылками молодец молодцы ребята авторы данного проекта разработчики компании север 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 технологии я честно говоря не помню полностью звучит название данной компании берем что по-моему это ты запихиваешь крутотер в свой кажущийся бездонный карман да в этот карман можно поместить очень много разных вещей может стоит пойти почистить герб но я собственно и хотел этим заняться каждый уборщик мечтает почистить герб на Старконе пойдем начнем потихоньку так да это у нас насколько я помню что-то вроде лифта он напустит нас вниз площадка такая да это же будущее все эти механизмы способления устройства напоминают нам о том что мы находимся с вами в будущем какой-то звездной базе Старком здесь же мы и учимся здесь же мы работаем так надо почистить герб собственно давайте сделать так почистим герб и закончим шлосплей на этой позитивной нотке так берем наш берем наш я помню берем наш крутотер натиральщик полов крутильного действия ух ты это же самый настоящий крутотер натиральщик полов крутильного действия ну что берем и начинаем натиральщик и лампу 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 и лампу и лампу и лампу и лампу направляем с помощью щёточки и он в этом направлении движется если мы вдруг кого-то собьем при этом отлично мы главное никого не сбили а вилка ты кретин ты даже полы не можешь натереть покушать шмотки вилкой сейчас ты у нас кое-куда плит а мы проиграли ну короче говоря надо было очистить герб тщательно но у нас ничего не получилось тормозов комедии не держит ха-ха вот так вот можно попробовать ещё разок а в другую сторону идём давайте предпримем попытку номер два почистить герб старкона и на этом закончим ребят они не хотят с нами общаться они нас оскорбляют поэтому мы пойдём и займёмся делом так опять сражаются убиван с дарт вейдером вот наш шкафчик наше уборщицкое помещение отсек уборщика вот берём эту штуку пылесос не пылесос полотёр не полотёр непонятно штука какая-то ну и пойдёмте попробуем ещё раз дубль номер два очистка полов старкона посадочная площадка что ли с гербом так в какую сторону то нам идти всё правильно идём тоже правильно идёт да это так да да это Давайте здесь сохранимся, а то в случае если у нас опять что-то не получится. Я подзываю, что у меня не получилось по той простой причине, что эта табличка как-то влияет на мои действия. Может скорость увеличить? Посмотрим насколько это изменит ситуацию. Включаем наш платер и начинаем мыть. Может никого не... Да, следует моем. Не в том, что из-за таблички то я и не вижу где там грязь. Такая вот ситуация у нас. Саму звезду отчистить. Что-то не получается у нас. Пока что. Включаем платер и вперед. Чуть не ошибка человека. Вернее не человека. Короче говоря мы не справились почему-то опять. Вилка ты кретент. Ты даже полы не можешь натереть без карты. Отход селекции. Все академии ты не нужен. Пакуешь мотки Вилка. Сейчас ты у нас кое-куда полетишь. В стиле Гаврилова. Вообщем можно кстати в стиле Гаврилова как-нибудь записать для вас очередной летсплей. Тормозов в академии не держит. Ты больше не член академии. Ну короче говоря друзья вот как раз из этой таблички которая у меня висит. Возможно она как-то влияет на мои действия в этом конкретном эпизоде, где я должен почистить герб Старкона. И вот у меня не получается. Из этой таблички я не вижу грязи или что-то как-то не так расположен в курсор. Я не знаю за чего это происходит, но короче говоря в итоге герб Старкона не удается полностью очистить. Так что на этой не очень позитивной ноте герб Старкона остался грязным, все очень печально, Роджер Вилка получил по заслугам, так как он не справился с этой простой задачей. Ну а мы заканчиваем наш Элсплей. С вами был Страйкер, увидимся очень скоро. Я сниму для вас еще много интересных видео, может быть даже как-нибудь в стиле Гаврилова буду озвучивать все диалоги, посмотрим как это у меня получится. Спасибо, что были со мной, смотрели данное видео. Всего хорошего, увидимся.